Всем привет! Здесь я хочу рассказать, как можно проверить состояние запоминающего устройства на Xbox. Детальнее рассмотрим на примере консольки Series, где установлен SSD M.2 накопитель объемом 512 гигабайт. На более ранних моделях используется обычный 2,5 дюймовый жесткий диск. Конечно, это может быть и SSD, если на нее перешли самостоятельно. Прежде всего, перейдя на Xbox в параметры и поискав здесь возможность теста состояния накопителя, за исключением приведенной информации ничего такого найти не удалось. Поэтому для проверки запоминающего устройства его придется извлечь из консольки, а затем подключить к компьютеру. Что касается диска M.2, то его можно установить в соответствующий разъем на материнской плате. При его отсутствии подойдет переходник на PCI-Express. Для 2,5 дюймовых дисков, помимо обычного варианта подключения, также имеется адаптер SATA на USB. Подсоединив накопитель к компьютеру, в операционной системе Windows проверить его возможно с помощью программы CrystalDiskInfo. Здесь приводится в процентах его уровень технического состояния, значение Smart и температура. Для оценки работоспособности хардача также подойдет достаточно известная программа Victoria. На ее главной странице в правой части окна приведены подключенные к компьютеру диски. Указав требуемые и кликнув в последующей вкладке видим информацию атрибутов Smart. Среди приведенных значений, на мой взгляд, в данном случае следует обратить внимание на выделенные зеленым цветом. Также в колонке остаток с зелененькими кружочками отмечены пункты, находящиеся в отличном состоянии, а вот желтым те, которые в норме. В печальном случае индикатор будет красного цвета. Здесь же в нижней части окна приводится общее состояние накопителя. Помимо этого в основном меню программы находится вкладка тестирования. Тут имеется функционал, позволяющий произвести проверку диска путем его сканирования. При наличии неисправных участков можно воспользоваться одним из приведенных вариантов. Конечно, для восстановления работы накопителя Victoria не является стопроцентным вариантом решения проблемы, тогда как для диагностики самое то. На мой взгляд, если диск имеет ошибки, в идеале его лучше заменить. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.